Снежинка, мы в прямом эфире. Мы в прямом эфире. Привет всем. Так, секундочку. Все, всем привет. Не буду ждать, как обычно. Я очень быстро. Сегодня хочу порисовать скетч. Не линерный, а акварельный. У меня есть натура. Сейчас я переключу камеру, и тогда вы увидите. Пока покажу вот так. У меня чудесная натура. Немножко повягшая, немножечко совсем. Но сегодня сорванная. Так как у нас в Сибири уже морозы были, заморозки ночные. У нас уже все померзло, цветов практически не осталось. Но еще есть вот такая ягодка. За городом это облепиха, если кто не знает. Да, немножечко она уж такая печальная. Но хотя бы такая осталась. Она уже такая мягковатая. Кое-где местами ягодки птицами поклеваны. Ну вот я нашла несколько веточек симпатичных. И сегодня я хочу быстренько зарисовать. Привет, привет всем. Рисовать я буду в скетчбуке на целлюлозной бумаге, на небольшом формате, чтобы у меня максимально быстро получилась зарисовка. Скетчбук не совсем такой стандартный. Сегодня, кстати, в профиле PeterArt Service они показывали этот скетчбук. Скетчбук фирмы HoneyMule. Это очень классный, мне нравится, классный производитель. Бумага, их пользуюсь активно есть. У меня вот такой скетчбук. Чем он необычен? Это тем, что он не листается, как вот обычный наш скетчбук, а листается вот так. То есть это гармошка. Видите, как классно. Можно рисовать хоть на всю длину. Но я рисую, как в обычном практически скетчбуке, но такой стараюсь тематики единой придерживаться, чтобы у меня получилась в итоге книжечка с зарисовками. Сейчас видите, какими. Ягодки сегодня тоже хочу в нем нарисовать. Довольно-таки просто, легко, без фона, как и остальные мои работы в этом скетчбуке. Все, я переключаю камеру. Вот она, моя натура лежит. Я взяла две веточки, но буду ориентироваться на одну, потому что у меня в этом скетчбуке, посмотрите, маленькие зарисовки. Привет, привет, привет всем. Маленькие зарисовки. Да, ламповое рисование. Но, к сожалению, днем... Опа! Хочет телефон еще упасть. Днем у меня нет возможности совершенно выходить в эфир, поэтому лучше так, чем никак, я так считаю. Вот, смотрите, такие у меня. Я уже, кстати, по-моему, даже в эфире рисовала что-то в этом скетчбуке. У него вот такая резиночка, очень удобно фиксируется на уголок. Видите, как классно. Здесь все так аккуратненько сделано. Это немецкий производитель, насколько я знаю. Бумага здесь 300 грамм. Целлюлоза. Вот я рисовала в нем. Нет, не в эфире, кстати, но это я рисовала мастер-класс у меня был. По этой есть у меня на ютубе в записи. И вот такую вот ягодку. Это у меня брусника. А вот бруснику не в эфире ли я рисовала? Что-то я не помню. То есть вот такие небольшие зарисовки много времени не занимают. И вот на этой части разворота я очень хочу нарисовать мою облепиху. Зачем я две веточки принесла? Чтобы у меня было из чего выбрать. То есть мне надо как-то так расположить, чтобы она и бруснику не загораживала, и получилась единая композиция. Можно опустить вот сюда. То есть вот от этого места, вот в это место. А можно наоборот, навстречный пустить. Я, наверное, сделаю отсюда сюда. Мне кажется, так будет интереснее. Сделаю сейчас небольшой карандашный рисунок. Не буду прорисовать листики ягодки карандашом, чтобы себя не сковывать в акварели. Но чтобы композицию не нарушить, чтобы хотя бы я сразу представляла, где что у меня будет располагаться, я карандашом набросаю. Веточки не загнутые у нее, поэтому довольно сложно здесь композиционно расположить. Плюс у нее такие большие листья, длинные. Хочется, чтобы вместились не только листья, но и ягодки. Поэтому возможно. Так, и листики, видите, у нее вниз и спускаются, поэтому сверху будет, наверное, пусть она будет вот так, веточка. Можно, в принципе, и пустить туда веточку, ладно, с листиками. Будет заходить немножечко на разворот. Даже повыше хочу ее пустить. Пусть она немножечко сюда зайдет. Листья не прорисовываем, а сюда. И чтобы места пустого не осталось. А можно, кстати, вторую веточку пустить, но с ягодами. Ну, что-то я думаю, я не осилю сразу две ветки. Поэтому пущу сюда. Вот так будет просто зелень. Так, ягодки тоже можно набросать. Или не надо. Я вот не очень люблю, на самом деле, карандашный набросок делать, потому что он потом меня сковывает. Я начинаю его придерживаться. А так у меня куда рука дрогнула, там ягодка и вырастет. Не буду карандашом работать. Так, сегодня у меня в ходу Невская палитра. То есть я возьму вот такой вот набор. Набор из 36 цветов. А, кстати, мне скоро, я уже заказала, должны еще две новых кветки. Я вот эти, может кто-то видел, да, не распаковывала цирули. У меня он не нравится. Я хочу вместо него поставить кобальт бирюзовый. И не распаковывала белила. Они мне тоже не нужны, не пользуюсь им никогда. Я бы заказала красненький там цвет, венецианская красная называется. Сегодня, думаю, для облепихи очень здорово подойдут такие цвета, как кадмий красный цвет. Посмотрите, он красивущий цвет, однопигментный. Золотистое темное, тоже прозрачный однопигментный цвет. Очень здорово, я думаю, будет вот эта тициановая. Она прям, прям настоящая облепиха. И можно рубиновый добавить, а можно розоватый, карминовый или розового хинокреблона. Для веточек я не думала, что я буду использовать. Какие-нибудь, возможно, из готовых коричневых цветов. Я ими никогда не пользовалась. Ну, думаю, пора, настало время. Для скетча самое то. Ну, и для зеленых тоже, походу, делать чего-нибудь придумаем. Я думаю, что начать лучше с ягод, чтобы понять расположение. А уже потом ягоды как-то уравновешивать листиками. Потому что ягодки все-таки у нас привязаны к стволу, а листики я могу куда угодно насадить. Поэтому я, наверное, с них и начну. Так, думаю, так будет у меня не видно. Так, кисточку возьму я какую? Маленькую надо, так как это небольшой скетч. Спрашивали, что за кисть. Много раз уже рассказывала. Покупала кисти на Wildberries. Это белка эко. Кировские кисти мне очень нравятся. Привет, привет всем. Так. Можно, в принципе, начать сразу из стволик. Да, я не продумала перед эфиром, если кто-то думает, что я там все себе план составила, как я буду рисовать. У меня никогда такого нет. Я всегда спонтанно и по ходу дела, что цвета подбираю, продумывая, как что будет располагаться. И главное, последовательность действий я по ходу дела придумываю. Может быть, зря. Наверное, надо сначала все продумать, а потом уже рисовать. Ну вот я такая, какая-то нелогичная, наверное, немножечко. Так, давайте, наверное, попробую все-таки, правда, с коричневых сразу пойти на веточку и на нее налепить ягодок. Что мне это даст? Вот это мне даст платный переход от ягоды к веточке. Давайте. Так, все-таки цвета я маленечко вот здесь вот протестирую, потому что коричневыми, правда, не пользуюсь. Сиена жженая. Нормально для веточки можно использовать. Мне не нравится ужасно умбра, я ее даже брать не хочу. А вот умбру жженую можно внедрить. Вот она даже, мне кажется, классно будет. Очень-очень-очень даже без всяких замесов для этих веточек. Вот. Можно зелененьких добавлять. Для темных совсем взять сепию. Сепию от Невской палитры вообще бомба. Много лет она у меня в ходу, я ее обожаю. Вот такие цвета для веточек. И начинаю. Не всю веточку, кстати, прорисовывать буду, а та, куда прикрепляются ягоды, чтобы мне именно с ягодами подружиться. Веточки. Такс. Так как у меня освещение сейчас искусственное, на ветке тоже есть свой блик. Можно его оставить кое-где. А можно и не оставлять, в общем-то. Так. По ходу дела добавляю все веточки. А вот такая более красного оттенка. Может, как-то плохо там, да, видно. Я ничего не придумаю. Телефон сегодня не привешивала наверх. Ну, ладно. Очень прозрачный цвет. Красивущий цвет. Не знаю, почему не пользовалась я коричневыми оттенками от Невской. Но он, правда, классный. Это сиеноженная, умбра жженая. Ну, умбра, она такая, не такая красивая. Она как-то не светится, что ли. Ну, на мой вкус, опять же, да. Не у всех так. Может, мне нравится, не нравится. Кому-то, наоборот, это любимый цвет. Всех-всех приветствую. Всем машу. И пока это дело влажное, сразу же беру Тициановую. И так как это у меня скетч, да, я не буду долго сегодня возюкаться, я сразу же намечаю ягодки. смотрю естественно на натуру. Я взяла Тициановую и взяла золотистую, золотистую, темную. Не беру золотистую, потому что просто золотистая. Она там двухпигментная, во-первых. Двухпигментная. Ну и зачем, если у меня замесы будет, мне лишний пигмент, сюда зачем нужен? Коричневую веточку, на которой крепится. И блик у ягодки обязательно вот так вот я обхожу. Освещение искусственное. Блик очень яркий. Если бы я рисовала при свете естественном, я облик делала менее таким насыщенным. И добавить мне очень хочется карминовой. Карминовой, смешанной с моей коричневой вот сюда у основания. Даже больше карминовой. Больше карминовой. Люблю я ее. Тоже очень прозрачный такой цвет, классный. И пимпочку вот сюда. на пик. И вот она у нас ягодка. Смотрите, какая хорошенькая. Без всяких слоев получается довольно объемная ягодка. Все. И так вот дальше идем. Много ягодок рисовать не буду. Петсуановая идеально сюда подходит. Я даже ничего не хочу намешивать. Можно ей варьировать от очень светлого, прозрачного такого вообще расплавленного в воде до очень насыщенного цвета. Прямо супер цвет. Воды больше добавляю. У меня сейчас жарко. Очень быстро сохнет. Да что такое? Что она не рисует? Очень быстро сохнет акварель. Мне не хочется, чтобы так быстро она мне высыхала, не позволяла внедрять цвета, поэтому рисую очень большим количеством воды. раз ягодка, два ягодка. А вот те ягоды, которые более такие в тенечке получаются, закрытые, я их все-таки вторым слоем потом покажу, усилю. Так, сразу добавляю корнинок с коричневой. Коричневая все та же. Журная умбра. И на основании, на основании сюда блик можно смягчить. Лена, привет, привет. Рада тебя видеть. Вот эти кисточки чем универсальны? У меня в одной руке тряпка, в другой кисточка. Я намочила, вытерла в тряпочку и блик смягчила. Так, можно, можно еще усилить. Возьму тициановый. И у меня теперь смеси работают из умбрыженной. и что-то у меня карминовый. И немножечко ягодки объема еще придать. Вот так вот. Все, смотрите, уже сколько ягодок у нас. И пока она мокрая, мы можем еще ее сразу на вот эти вот, я сюда, кстати, смотрю, на эти ягодки. Можем ее сразу же посадить на стволик, на вот этот черенок, черешок, как это правильно называется, умбрыженной, также карминовой. И вот так ее сразу же, чтобы она у нас потом не была прилеплена как аппликация, а немножечко сразу подружилась. А может даже сюда добавить и зелененького. Зеленый я возьму. А возьму-ка я сегодня окись хрома. Я ее никогда в жизни не рисовала. Настало время. прям капельку сюда и я ее окись хрома еще пущу потом в листики. Пусть будет. Пусть у меня будут такие эксперименты по ходу дела. Здесь тоже оно утолщается. Все. Потом вторым слоем я объем придам. Вот. Смотрите. Хопс. Уже есть начало. Не все ягодки я хочу прорисовать сегодня. Я хочу некоторые сделать такими может быть размытостями. Но я по ходу дела решу. Мне иногда я начинаю рисовать все прорабатывая. Мне это надоедает. И в итоге остальное я там быстренько размываю. А иногда наоборот как сегодня в сторис я показывала собаку. Мне хочется ее рисовать. Я ее второй день рисую. еще даже не нарисовала половины. Завтра я продолжу. У меня часто такое бывает когда у меня работа не заканчивается. За один присест почему нет. Потом я ее доделаю. Так сразу здесь прямо много воды получилось. Сразу добавлю побольше карминовой посмелее. Кисточка сухая совсем вот сюда. Не не хочет даже добавляться немножко чтоб подсохла. Можно крапла красный добавить. более темный. Тоже сюда здорово впишется. Если рисуете со мной потом или по записям и выставляете в инстаграм очень здорово добавлять текст арт в их свекла. тогда я могу зайти полюбоваться вашими работами. Откомментировать их. Иногда репостнуть. поэтому буду буду прям рада. Если вы поделитесь своими успехами. Или не успехами. Ну такое относительное всегда себя оценивание. я тоже считаю что иногда у меня получается ерунда. А когда я вдруг это кому-то показываю это кому-то нравится. Говорят да ты что это обязательно надо обнародовать. поэтому не будем к себе сильно критичными. Там торчат еще черенки такие. Почему я взял такой формат? Потому что если взять еще большой формат можно облепиху рисовать целый день. А я хочу нарисовать ее быстро. Я сейчас возьму мою обруженную смешаю с окисью хрома и сделаю вот такую сразу веточку которая вот сюда уходит вот эту такую чпоку и сюда она пойдет. Наметки такие чтобы я потом понимал одна пусть будет я так оторву и вот так вытрясти одна веточка сюда значит она пойдет у меня где-то вот так просто намеки видите даже я то что пыталась сделать с карандашом я сейчас на него не ориентируюсь поэтому он обычно только мешает он только придает может какой-то уверенности на самом деле если дать себе волю расслабиться он вообще не нужен так я возьму тицианову еще и возьму немножечко кадмия красного светлого палитра не влезает уже в кадр сделаю еще более насыщенно оранжевым получается вообще прям супер оранжевый и мне не хватает объема в ягодках вот видите они вроде красивенькие красивенькие но надо внимательно посмотреть очень внимательно еще внимательнее это я себе сейчас говорю и немного добавить темноты например вот сюда все ягодки прорисовывать я так скрупулезно не буду достаточно прям нескольких чтобы зритель понял что хотелось тут показать что он может увидеть в остальных уже самостоятельно и поэтому не будем перегружать скетч прорисовкой это ягодка частично там находится поэтому ее затемню посильнее вот сразу такой объем да красивенький объем вообще этот цвет красивый очень мне нравится что тициановая почему я ее тоже не рисовала я не знаю что тициановая штукат мне красный светлый это все однопигментные цвета и они очень прозрачные они светятся вот то есть да чувствуете разницу вот эта ягодка и вот эта ягодка вроде добавила только совсем чуть-чуть сюда кадмия красного светлого побольше бахнуть и идти на оранжевый минус как издали написан на температуру издали и в то есть обозвать облепиху рекомендую это так расслабляет вещи сразу все всякие проблемы не нужны уходят облепиха кстати такая кислющая это не садовая облепиха дикорастущая она мелковатая кислое но у меня в планах я там несколько ячек принесла у меня в планах эти ягодки ободрать и заморозить из не очень вкусный чай не только из нее я прям ягодки добавляю в чай и получается такая очень ароматно недавно об этом узнала что можно так не подумала бы никогда что прям ягодки в чай но получается реально очень вкусно всем машу всем привет всех рада видеть хотя вот я бы например не сидела бы не смотрела подобный эфир потому что мне обычно на прямой эфир жалко времени я их люблю смотреть честно вам скажу оленька привет я люблю эфиры смотреть записи потому что во первых ты выбираешь удобное для себя время ну и можно где-то перемотать чего уж греха ты и да мне все же все так вот подобное подробно интересно смотреть китами моменты мне интересны больше я их смотрю какие-то я перематываю поэтому все три ты что эфир провела меня даже дома не было мне не было возможности посмотреть тебя поэтому я уже с записи так посмотрел эту запись и конечно тоже сохранил не загружили на канал так пока больше ягодок не рисую посмотрю где еще добавить я хочу листики и прям сильно хочу листики порисовать они волшебные у антрепихи такие непонятно какого цвета от этого еще интереснее непонятно какой формы вот если дать себе задачу увидеть кроме зеленого еще какой-нибудь цвет а это особенно новичкам не всегда видно что там есть еще какой-то цвет в этих листиках видите они такие серебристые с той стороны классные такие то если дать тебе себе прям такую задачу своему мозгу найди ко мне дружок зелененьком еще какой-нибудь цвет то в этом цвете в этих листях можно разглядеть оранжевые кирпичные такие оттенки вот мне прям чуть на ума индийская красная пришла можно разглядеть оттенки холодноватые хочется мне добавить где-то ну возможно кобальта синего можно добавить кирпичных оттенков это кстати железоокисная светлая красная кажется называется она никогда ее не использовал но это типа индийская красная так предполагаю который я обычно от котмана использовала а можно добавить тех же коричневатых в общем-то или марс какого-нибудь коричневым вполне ну давайте начну с простого начну с того же окиси хрома много нелюбимого до сели ну почему нет пусть будет то есть темных листиков хотя обычно со светлого к темным двигаемся ну пусть сейчас будет сначала темно чтобы не задать себе настроение как вижу так веду чуть-чуть сразу добавлю у меня на палитре вот она есть красных оранжевых внедрю хоп с пичком махом сохнет только я вот сделала мазочек она он уже высох поэтому надо все-таки стараться чтобы либо акварель была более насыщена водой чтобы успевать либо работать быстрее хотя вроде так я быстренько тут все делаю это будет загибаться дружок коричневого сразу сюда здесь успела видеть а здесь уже некрасиво и вот эти вот серебристые их сложно сделать самом деле их можно сделать на контрасте у меня так и тянется рукав зеленый я люблю ее вот правда сравните или или в итоге хрома я понимаю что они разные но это ли она какая-то как будто разбеленная или зеленая которую я сама могу варьировать и добавлять каких-нибудь оранжевых прям не могу жить я без неё и окись хрома мне не идет короче она у меня не хочется ее быстренько куда-нибудь засунуть как для эксперимента можно пробовать принципе так ну пусть там еще как листики допустить что-то у меня не идет листики они такие сложные кажется я зеленую взялась тициановый и у меня листик пошел куда-то туда но реально такие листики не просто нарисовать скетч и таком мелком и еще несколько оттенков которые хочется сюда внедрить возьму я мылки кобальти не его пущу а кстати кобальти не можно пустить с вот этим вот окисью он наверное даст давайте-ка попробую я серебристый оттенок смотрите-ка как классно правда дает и еще зелененького здесь прожилку можно сделать а прожилку можно вообще не торопиться можно где когда это все просохнет а можно и сейчас вот и такой вот намек получился на листик смотрите-ка нормальненько еще кармия красного светлого зелененькой и вот сюда ты знанка листика она будет довольно темная как раз я мороженое с облепихой ангаре делайте ни разу не пробовала мороженое с облепихой но я пробовала просто облепиха окислющая и это как чай добавляет для аромата ну или делать там заморочиться какие-нибудь джемы но это так долго и сложно что лучше пусть будет для чая ее только оббирать замучаешься потому что что и начинаешь обижать и я по крайней мере я не умею оббирать чтобы не тек сок и когда я пробовала это делать ну прямо это мучение может кто-то умеет отбирать более так я сейчас смешала кобальт вернее синий окисью хрома и буду еще смотрите делать вот эти серебристые изнанки листиков побольше водички больше кобальта и окисью хрома и делаю вот так как-то форму смотреть главное передать форму лис . чик оранжеватых еще оранжеватых об об смотрите какой листик шикарный в один слой я понимаю конечно что объемы в один слой не добиться но акварель настолько классного один слой переливается просто какое-то блаженство и поэтому иногда я прям заставляю себя вторым слоем что-то там усилить и иногда кажется что только испортил они усилил вот еще теперь темных веру зеленую берут к одни красный свет и получается теплый зеленый мне не нравится так давайте как зеленый добавлю к 1 ой господи кобальт синий я раньше кобальт вообще не использовала я вообще его игнорировал мне настолько не нравился а потом я его попробовала как-то под другим углом на него посмотрела и он мне вдруг понравился листики пересекаются друг дружку закрывают и вот сюда выходят ох как красиво мне нравится не знаю как вам мне нравится вот этот даже один слой но он такой переливчатый получается такой живой мне кажется и вообще облепиха красивущая на вкус она не такая классная как на внешний вид хотя внешне не внешне и вернее на вкус если правильно приготовить тоже будет классно но больше я конечно удовольствие получаю от вот такого ее применение так ну пусть сюда тоже заходит чпок таким легким движением руки получается какой-то скучный листик у меня надо было торопиться надо было присмотреться ну пусть будет такой же еще или достаточно еще наверно как еще пустить листик вот так пусть он там будет чпок оранжевых в этом освещении наверно не очень видно всех оттенков но я потом сфотографирую завтра уже при дневном свете чтобы это было видно еще вот надо обратить внимание веточки они такие как за зубринками характерными для облепихий я поэтому этот момент упустила я его сейчас буду наверстывать вот эти кисточки хороши что у них острая вершинка можно делать всякие штуки такие и листья рисовать и всякие такие мелкотню прорисовывать вот здесь сразу раз коричневый в руки попал усилю сепию я говорила возьму да я и беру потому что сейчас не хватает темных всплесков таких и я поэтому прибегну к сепии прям очень помогает мне зачастую для каких-то темных акцентов здесь мне не хватает к примеру и росток сепий ну не все подряд естественно смотрю где-то добавляем даже у тонкой веточки это у нее есть свои теневая страна вот уже фрагмент такой готов может можно в принципе вообще на этом остановиться сделать какие-то размытости уходящие на нет вот так вот но я хочу еще по прорисовывать пока у меня есть нет настроения и мне хочется ой толстую сильно сделаем салфетку срочно нужно нужно салфетку мне успею интересно так сделать раз не успел ну ладно будет такой же не сотрется ведь вроде как целлюлоза говорят до основается нижний слой не всегда смотря какая целлюлоза то хорошая качественная целлюлоза мне нравится ну что написано пером уже все никуда от этого не денешься будем замаскировывать сейчас high from mexico high everyone будем замаскировать какими-нибудь вот сейчас какую-то другую веточку себе за основу возьму вот эту например и листочками чтобы они не были все одинаковой формы я ориентируюсь на разную натуру так я беру опять очень мылкий цвет я вам скажу окись хором я не знаю какие можно рисовать ну вот у сергея курбатого такие красивущие шедевры ось все хрома я вообще волги что она факту никогда не шла и сейчас не очень-то честно говоря идет прям заставляю себе рисовать хотя вот этот серебристый эффект изнанки листьев и довольно таки неплохо показывать то есть просто нами сам намешала цвет и ей работаю так как-то как-то так так ну и прожилки кстати говоря у каждого еще есть свои прожилки интересно смогу ли я их показать и надо ли мне кажется не надо говорю я и рисую прожилки можно в принципе коричневости добавлю ну такая обломленная веточка здесь в общем у меня будет раз уж так получилось что я толстую нарисовала пусть она будет есть такая как будто бы сломанная ну вот я чувствую то по себе что я начинаю абы как нарисовать не глядя практически на туру это всегда верный звоночек что надо либо прерваться и дорисовать завтра ну или когда-нибудь либо надо заканчивать работу чтобы она не была небрежной и в то же время вымученной чтобы она не было видите я не собиралась здесь рисовать вообще то есть я в начале эфира говорила что здесь окончу свои облепиховые истории но сейчас мне захотелось ее пустить сюда она будет как веточка такая обрамлять и мне кажется это удачная идея поэтому мне нет четкого плана когда я рисую к где что пойдет мне кажется это классно это такая свобода творчества ничего не диктует никаких действий никто поэтому ты волен делать так как захотелось данный момент здесь кстати у него у нее лепешки какие-то могут быть маленькие тоненькие вот здесь листики еще не до конца выросшие более темные вот они на концах таким от малютки не созревшие до конца это малютка тоже бог вот так так как-то мне не хватает разнообразие оттенков листьев что можно придумать все машу всем 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 рада видеть можно можно теплоты добавить а можно наоборот делать прохладные листики больше кобальта синего давайте попробуем но опять же чтобы он не выбивался из общей продолжаю зелененький у меня тут зеленая стекциановой намешено уже нового ничего не намешиваю и ухожу на светлый край вот тоже кстати разнообразие таким образом можно добавлять нечто подобное ну вот уже что-то более такое разнообразное можно здесь пока оставить эти листики вот сюда нарисовать думала побрызгаю потом размою ягодки сделаю оранжевые а сейчас думаю наверное не стоит размывать не стоит брызгать потому что у меня такой стиль все-таки в этом скетчбуке больше реалистичный нежели свободный такой лассировочный наверное я их сделаю такой же не буду добавлять вольный стиль вроде брызг и размытости пусть она будет уже в одном стиле это мне кажется будет симпатично смотреться в готовой версии из рисованной скетчбука все-таки молчаливый никто ничего не спровошивает я прям необычно так и непривычно пятница все наверное устали хотят отдыхать уже первая рабочая неделя в школе у многих была полная у меня дети например очень устали с непривычки особенно четвероклашка мой сказал ну наконец-то то ли еще будет со следующей недели уже и по субботам будут учиться вот это будет конечно да сейчас хоть можно перед их сделать небольшой как красиво спасибо огромное живой голос то есть я одна разговариваю а первоклашка не успел устать не надо сказать он нормально таки перенес первую неделю как бы там их я так понимаю сильно не напрягают пока они втянутся в этот процесс учебный наблюдаю как за волшебством спасибо огромное очень очень приятно чуть-чуть и еще осталось мне и буду закругляться ну а правда медитативно рисуется мысль потерял природные мотивы их прям вот они настолько есть такая кстати я читала где-то речевка что ли у нас этом году всем пятидневку сделали да у нас тоже с первого по третье класса с четвертого шестидневка к сожалению есть такая где-то читала не изречение как это назвать то что типа если плохо всегда рисует цветы ну там это все расписано там если грустно рисует цветы если там что-то еще рисует цветы и в этом есть действительно своя такая правда как мне кажется потому что когда рисуешь не только цветы природные какие-то мотивы травинки блинки ты не думаешь особо о пропорциях в отличие от рисования животным где-то там заморачиваешься думая что пропорции нельзя изменить каким-то образом иначе там получится что-то непонятно когда ты рисуешь природные сюжеты мотивы вот как например вот эту веточку дай бог с ним господи если я там листик сама изменю и он у меня станет к треугольным вообще даже никто не заморочится и все равно узнают облепиху в этом поэтому рисование такое-то прямо очень сильно расслабляет нежность спасибо большое да такая веточка получилась изящненькая с ее переливами ведь вообще вот с этой бумаги ханимюли она не смывается несмотря на то что это целлюлоза она очень очень сразу прям как в хлопок въедается слой и вот у меня одна из любимых от ханимюли есть производительная давно как-то накупила себе листов и я не знаю продается на или нет винет называется это тоже целлюлоз двусторонняя 320 грамм на метр и я из нее шью скетчбуки маленькие и вообще раньше все скетчбуки из нее шила мне она очень прямо очень нравится она очень классная хотя у нее размывается нижний слой в отличие вот от этой бумаги не знаю как она здесь называется ой галь привет эти очень рада видеть спасибо тебе большое и и эта бумага у нас совсем другая а я от ханимюли пробовала еще бургунд по-моему называется что-то я вот знаете разговариваю сама потянула за оранжевой краской мое подсознание подсказывает что оля не хватает еще ягодки пусть будет еще ягодка нее хочется вот сюда поместить вот сюда но тут вот сгиб и у меня она просто напросто ляжет мне кажется ну давайте попробуем так вот она мне сюда прям попросилась очень сильно но я не могу отказать и поэтому тицианова взяла за основу сейчас кадмием красным светлым затемню и добавлю кармина уголочек там где крепится ягодку ну да видите на сгибе плохо рисовать потому что она взгиб выходит и будет заливка неравномерная ну да ладно ты поделаешь все идеально вот такая получилась ягодка вот еще можно кстати заметить такие крапулечки крапинки смотрите не видно крапинки на облепихи можно их тоже сделать сепию какую-нибудь взять мы прямо очень дозировано кое-где и где-то вот у нее как у есть вот такие вот как называются вот такие пимпочки не везде и крапульки можно где-то тоненько-тоненько прям вот вот прям самым-самым кончиком я прям не дышу чтобы у меня не было сильно больших крапинок здесь кстати можно усилить место крепления она всегда затемнено затемнено и крапинки тын-дын-дын-дын маленькие такие всем всем большой привет и хорошего дня или вечера у нас уже не знаю сколько там 8 вечера так вот это подсохла можно можно и затемнить взять кадми красный светлый золотистую кстати так и не использовал золотистую темную хотела взять но она мне совершенно не пригодилась и я для ягодок мне хватило три оттенка тициановая кадми красный светлый и кармин кармин hello friend from far away always love you beautiful thank you so much friend nice to see you my english very very bad sorry так я как-то начинала вроде бы его изучать понемножечку удаленного канал на ютубе нашла очень такой удачный на мой взгляд ну и как-то в общем надо было это все систематично делать у меня он как-то забросился так прочитать могу но не особо хорошо все я думаю буду заканчивать смотрите что у меня получилось мне кстати вот эта подставка прям под цвет практически это у меня брусника это у меня облепиха будут такие разворот ягодный вот такой получился разворот может конечно и больше надо было оранжевых ягода ну как-то это очень долго видите рисуется хоть и в формат малюсенький хоть и в один слой но тем не менее вот бруснику я рисовала в несколько слоев а это облепиха что это ягода это кислющая облепиха и когда ее срываешь она видите у нее жопкой и остается но она такая переспелая она остается на стволике а вы меня все не потекли в нужна ужасно кислая вот и когда я собираешь сок прям по рукам бежит и мне это предстоит сделать очень кислая но очень вкусно она очень ароматная я с ней обязательно буду заваривать чай все я отключаюсь камни получилось а ягодка так переключусь на татик все всем большое спасибо за сегодняшнюю компанию супер галя полезные полезные ягодки на осенний сезон будьте здоровы да полезно они очень и не только на осенний но и на зиму поэтому я их заморожу и зимой буду добавлять в чай в мой травяной все всем хороших выходных всем пока пока спасибо за внимание